Реорганизация стала одной из тем сегодняшнего заседания Кабинета Министров. В Республике изменений ждут Канажский транспортно-энергетический техникум и издательский дом Хыбар. Подробности далее. Канажский транспортно-энергетический техникум ждет реорганизация. К нему присоединят второе профучилище. Все внимание учебное заведение сконцентрирует на подготовке рабочих технических специальностей. Электромонтеров, сварщиков, машинистов-экскаватора, операторов нефтепереработки. Также появятся и новые специальности – обслуживание электромеханического оборудования и техническое обслуживание ремонта автомобилей. Всех работников трудоустроят, сократят только административно-управленческий персонал. К тому же в новом учебном заведении смогут повысить квалификацию рабочие. К следующему году предполагается в 4,5 раза увеличить переподготовку рабочих кадров для местных предприятий, подчеркнул министр образования. Мы предполагаем направить 18 миллионов внебюджетных, заработанных ими самими средств на реконструкцию, на создание соответствующих условий. Недавно я встречался с руководством транспортных магистральных сетей в Москве. Они тоже готовы участвовать, софинансировать. Учащийся профессионального училища номер 2, который сегодня получает профессию портной, повар, кондитер, продавец, контролер, кассир, их 249 человек. Они будут переведены в учреждение, в учреждение номер 16, в городе Ганаш, соответствующими мастерами, соответствующей базой. Такое решение миноимущества уже принято. Часть имущества мы уже передали 16-му училищу. Изменения ждут и республиканские печатные издания на чувашском языке. ХПАР «Атл» и «Тандыш» объединятся. Объединение национальных изданий в единую централизованную систему «Медиахолдинг» позволит гибко реагировать на запросы рынка, предлагать качественный конкурентный продукт, более эффективно использовать имущественный комплекс и активизировать штаты редакции, сохранить расходы и обеспечить экономию бюджетных средств. С 2005 года тираж газеты «ХПАР» упал в два раза. А субсидии на ее издание возросли в четыре раза. Собственные доходы снизились примерно на 50%. Руководство республики сегодня также недовольны экономическим положением газеты «ХПАР», подтвердил Иван Моторин. Реорганизация издательского дома как раз призвана решить существующие проблемы. На сегодняшний день газета «ХПАР» финансирование в 2012 году состояло в 8,3 миллиона, плюс 400 тысяч, которые газета выиграла в качестве грантового конкурса. «ХПАР» привлекло за счет продажи услуг 13 миллионов 668 тысяч рублей. То есть соотношение субсидий государственного из бюджета и привлеченных рекламных средств составляет 40-60. И это, я могу констатировать, не самый худший показатель. И если сравнить, например, с АТО «Волга», то это соотношение составляет 60 к 40 почти. Между тем продолжается конкурс на должность главного редактора газеты «ХПАР». Результаты будут известны 2 июля. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.